Здравствуйте друзья. Довольно давно я не затрагивал в своих обзорах тему видеонаблюдения и пора вновь вернуться к ней. Тем более, что герой обзора это продукт компании Reolink, хорошо известный всем, кто следит за моими обзорами, так как это уже восьмая камера бренда про которую я рассказываю. Из особенностей этой модели стоит отметить высокое разрешение изображения 4К, всепогодный корпус и поддержка технологии Power over Ethernet. Модель Reolink RLC810A Корпус всепогодный, защита IP66 Объектив 4 мм Угол обзора 87 градусов, горизонталь 44 вертикаль Матрица 8 Мп, разрешение до 3840х2160 25 кадров в секунду Кодек H265 Видеопоток Основной От 1024 до 8192 кбит в секунду Предпросмотр 64 512 кбит в секунду Встроенный микрофон Распознавание движения людей и автомобилей ИК-подсветка на 18 диодах до 30 метров Интерфейс Ethernet 10-100 Мбит Функция Таймлапс для съемки медленных процессов Протоколы OnWiFer, TSP, сохранение на microSD до 256 ГБ, синхронизация с FTP, отправка на e-mail. В среднем 145 часов записи на карту 64 ГБ. Питание 12 Вольт или Power over Ethernet 802 3AF. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 55 градусов Цельсия. По факту можно и холоднее, так как камера при работе греется. Размер 192 на 66 мм, вес 485 грамм. Поставляется устройство в фирменной коробке оформленной в бело-синих цветах с изображением камеры и указанием названия бренда, модели и отметкой о разрешении матрицы камеры . На одной из сторон указаны основные параметры камеры, которые продублированы на пяти языках. Теперь перейдем к исследованию содержимого. Упаковано все довольно плотно, по коробке ничего не болтается и приехало, как впрочем и обычно, все в полной целости и сохранности. Внутри нашлась камера, пакет с документацией, набор для креплений, состоящий из трех шурупов и дюбелей, еще имеется защитный водонепроницаемый бокс для проводного соединения и небольшой патчкорд, для работы он вряд ли пригодится, а для настройки в самый раз. Так как такие камеры предназначены для работы с сетевыми видеорегистраторами и получают питание через PoE порты, блока питания в комплекте нет, но ссылку на него вы найдете в описании под видео. Документация состоит из инструкции, руководство по установке, упаковочный лист, шаблон позволяющий легко разметить отверстие для установки и наклейки предупреждающие видеонаблюдение, все на тех же пяти языках английский, немецкий, французский, итальянский и испанский. Камера выполнена в всепогодном корпусе с защитой IP66, такую форму называют bullet, от английского слова пуля, она вытянутая и чаще всего цилиндрическая. Но как видите, герой обзора имеет форму параллелепипеда. По окружности 4-мм объектива установлено 18 инфракрасных светодиодов ночной подсветки, которых должно хватать до 30 метров. Под объективом находится датчик освещенности. В основании камеры находится шарнирное крепление, которое позволяет поворачивать ее под нужным углом. Гайка у основания крепления жестко фиксирует выбранное положение. В нижней части у основания камеры находится наклейка, на которой кроме номера модели находится логин по умолчанию и QR-код для подключения, еще ниже отверстия наружного микрофона. Разъем для установки microSD карты находится на задней стороне. Карточка не нужна, если вы планируете использовать NVR, но в остальных случаях, даже при синхронизации с FTP, она необходима, так как изначально все пишется на нее. Крышка отсека для карты памяти плотно держится на двух винтах, что в сочетании с резиновой прокладкой обеспечивает защиту от попадания влаги внутри камеры. Видеорегистратора у меня нет, поэтому для тестирования я буду использовать карту памяти, в моем случае это карта на 128 ГБ. Заявлен максимальный поддерживаемый объем карт 256 ГБ. Еще один момент который интересует многих, сколько часов видео сохраняется на карте. Благодаря применению кодека H.265 при разрешении в 4К объем сопоставим с Full HD с кодеком H.264, это более 145 часов на 64 ГБ, соответственно 291 час на 128 и 582 часа на 256 ГБ. Кабель, который выходит из камеры, разветвляется на три части, кнопку сброса, разъем питания и Ethernet. Это стандартное решение, ровно то же я видел у RLC510A. Комплектный защитный бокс применяется для максимальной герметизации соединения. При установке на стену обычно применяются герметичные монтажные коробки, в которых эти разъемы и находятся. В прошлом обзоре POE камеры RLC510A для ее питания я использовал инжектор, устройство напоминающее блок питания и по сути им и являющийся. У него есть два LAN разъема, в один подключается входящий сетевой кабель от роутера или коммутатора, а на выходе уже имеем полноценный Power Over Ethernet питание и передача данных в одном кабеле. На сегодняшний день я разжился POE коммутатором, который позволяет подключать и обеспечивать питанием до 8 устройств общей мощностью до 120 Вт. Кроме этого он имеет еще два LAN порта так называемых оплинк для передачи данных. Соответственно камера полностью готова к работе после подключения к такому коммутатору. Более продвинутый вариант это сетевой видеорегистратор, который внешне очень напоминает такой же коммутатор. Кроме сетевых POE портов, к нему можно подключать внешний монитор, куда будет выводиться изображение с камер. Также он имеет встроенный жесткий диск для централизованного хранения видео и позволяет использовать расширенные логические возможности, в основном связанные с распознаванием объектов. Логическую часть обзора начнем с штатного приложения Reolink. У меня оно уже установлено и в нем есть несколько камер из моих предыдущих обзоров. Для добавления нужно нажать кнопку с плюсом справа сверху и отсканировать QR код на камере, либо обнаружить ее в локальной сети. В моем случае камера появилась в приложении автоматический. Перейдем к ее настройке. Запускается мастер подключения, в котором нужно придумать и указать пароль для камеры и дать ей имя. Обнаружилась установленная мной карта, устройство предложило отформатировать ее. Далее, на экран выводится QR код, необходимый для того, чтобы поделиться доступом к камере с теми кому он нужен. Теперь камера готова к работе, в приложении видно изображение с нее. В верхней части основного окна находится изображение в реальном времени с камеры, под ним ряд кнопок управления. Слева направо, остановка онлайн просмотра, включение звука с камеры, съемка и сохранение на телефон фотографии и видеоролика. Далее, находится выбор качества потока. Плавный, сбалансированный и в разрешении 4К, выбираются в зависимости от качества соединения с сетью. И последняя кнопка, развернуть изображение на весь экран. В самом низу находятся еще две кнопки, частичное масштабирование, которое позволяет выбрать и развернуть на весь экран часть изображения с кадра, и воспроизведение для просмотра записей с камеры. Изображение можно развернуть на весь экран, например когда вы хотите вести постоянный визуальный контроль за происходящим. Если у вас несколько камер, то можно переключить на просмотр 4, 9 и так далее камер, то есть аналогично как это происходит на видеорегистраторе. Для этого можно использовать смартфон, планшет и даже телевизор, который позволяет установку приложения, либо через подключенный Android Box. Меню настроек. В первом пункте, на кнопке которого нарисована камера и состояние карты памяти общий и занятый объем, можно узнать базовые параметры устройства, модель, прошивку, сетевую информацию. В меню изображения можно управлять отображением и местоположением водяного знака, штампов с названием камеры и временем и датой съемки. Есть возможность настроить тип записи в зависимости от освещения. Здесь же настраивается качество видеопотока. Такие камеры отдают два потока основной и предпросмотра, который транслируется в низком качестве. Для основного предлагается три варианта разрешения и в зависимости от него соотношение сторон. Частота кадров от 2 до 25 в секунду и битрейт от 4096 до 8192 кбит в секунду. Для предпросмотра только одно разрешение, частота кадров от 4 до 15 и битрейт от 64 до 512 кбит в секунду. Настройка обнаружения движения позволяет настроить чувствительность, например чтобы настроить реакцию только на людей, исключая мелких животных. И зоны, например чтобы исключить те места в которых наблюдается постоянное движение, например колыхающийся под ветром куст, но при этом не имеющих значения для съемки. Посмотрим меню расширенных настроек. Здесь можно добавить учетные записи, которым будет разрешен доступ к камере, как с администраторскими, так и с пользовательскими правами. Тут же находится пункт с установкой времени, которое можно просто синхронизировать с телефоном. Также тут находится опция запись аудио, которая активирует микрофон камеры. После этого и в окне живого просмотра и на записях будет слышен звук, для наружных камер это довольно редкая возможность. И последняя опция управляет встроенной инфракрасной подсветкой. Так выглядит встроенная подсветка, правда камера чувствительной к инфракрасному свету чем человеческий глаз. Тем не менее ее видно, причем достаточно далеко если присмотреться и имеет красный цвет. Перейдем к следующему разделу настройка уведомлений. Начинается оно с опции пуш уведомлений, то есть от самого приложения. Но тут надо понимать, что для их работы приложение должно крутиться в фоновом режиме. Расписание есть у разных опций, в том числе и этой. Оно позволяет установить время в зависимости от дней недели, когда уведомления будут приходить. При этом можно выбрать на что реагировать, все движения, люди, транспортное средство. В случае обнаружения движения, время разрешенное расписанием, приложение будет отправлять уведомления, видимое даже на заблокированном экране. При нажатии на него, будет сразу открываться окно предпросмотра изображения. Можно отправлять уведомления на электронную почту, но для этого нужно выбрать почтовый сервис, позволяющий использовать для этого стороннее приложение. Сразу скажу, что не все позволяют это делать. Что именно отправлять выбирается в настройках. Вот так выглядит пример такого письма от камеры. Правда чисто прикладного применения этой возможности я пока не встречал. Есть возможность использования внешнего FTP сервера, синхронизировать записи с карты памяти на него. Но имейте в виду, первоначально все пишется именно на карту, и только потом с нее на внешний ресурс. Камеру можно использовать и для съемки длительных процессов, так называемый таймлапс. Когда в одну минуту экранного времени может войти несколько часов или даже дней реального. Приложение предлагает выбрать одну из готовых предустановок, либо установить настройки вручную. Съемку можно начать немедленно, а можно и задать расписание на определенное время и день недели. Продолжительность съемки может занять и несколько дней. Чем больше интервал между кадрами будет задан, тем больше реального времени будет вмещать экранная минута видео. Есть выбор качества съемки и тип, видеоролик либо набор фотографий. Пример такой съемки в конце видео. Reolink RLC810A поддерживает работу в Google Home. Для активации этого режима нужно в приложении перейти в раздел облако SmartDom. Тут будут отображены все камеры поддерживающие этот режим. У меня это E1 Pro, E1 Zoom и Герой обзора. Нажимаем на ее значке, кнопку включить. В Google Home необходимо подключить аккаунт Reolink Smart Home, используя тот же что и для входа в приложение логин и пароль. Все камеры поддерживающие умный режим автоматически появятся в аккаунте. Их надо будет добавить в дом, разнести по соответствующим локациям и дать название по которым можно будет выводить изображение на совместимый экран. Передача изображения на совместимый телевизор. Существует и клиент для Windows. Позволяющий управлять и просматривать камеры находящиеся в сети, в том числе удаленно используя VPN канал. При наличии нескольких камер, можно выбрать разные варианты отображения, до 36 камер на одном экране. Тут также есть меню настроек, часть которых, такие например как имя камеры расположения штампов, дублируются с теми что в приложении, поэтому я не буду их повторять. Базовая информация о сети. Тут можно выбрать вместо DHCP, адреса который выдается роутером, статику и прописать адрес вручную, это пригодится для интеграции камеры в Home Assistant, чтобы он оставался неизменным. Много интересного можно найти в меню расширенных настроек сети. В частности настройки синхронизации с сервером точного времени. Очень полезным будет меню настроек портов для подключения к камере с использованием различных протоколов включая OnViv и RTSP. Еще стоит отметить меню воспроизведения, где можно посмотреть, а главное скачать запись за нужное время с любой из камер. Камера также имеет и встроенный веб сервер, что позволяет подключаться к ней без использования приложений и оригинальных программ. Указываем в браузере ее IP адрес и вводим логин и пароль пользователя у которого есть к ней доступ. Главным отличием тут является, что управление осуществляется только одной камерой, собственно той к которой вы подключились. Тут есть окно живого просмотра. Ничего нового относительно того, что мы уже рассмотрели нет. Главным достоинством этого способа является работа и настройка камеры напрямую через браузер, соответственно можно говорить и о мультиплатформенности. Минус то что я уже упомянул, если у вас несколько камер, каждый из них нужно подключаться по отдельности. Возможность просмотра и загрузки на компьютер записанных фрагментов из браузера тоже есть. Интеграция в Home Assistant возможна благодаря поддержке камерой стандартных видеопотоков OnViv и RTSP. В своем прошлом обзоре камеры ReaLink RLC510A я рассказал про OnViv, но должен отметить тот факт, что сама интеграция довольно тяжелая и просмотром онлайне идет с заметной задержкой. В этом видео я хочу показать интересную интеграцию WebRTC камера, которая ставится из репозитория Haxx. Эта интеграция как раз и обеспечивает отображение в интерфейсе практически в режиме реального времени. После установки из Haxx и перезагрузки, нужно зайти в меню интеграции и добавить ее, после этого появится возможность использовать ее в интерфейсе. Эта интеграция работает с потоками RTSP как напрямую, так и в виде объектов домена камера. В этом примере они созданы на платформе FFmpeg. Адрес потока одинаковый для камер ReaLink, другие варианты мне не встречались. Для отображения в интерфейсе лучше использовать легкий видеопоток предпросмотра. При добавлении карточки в интерфейс, в качестве примера подставляется адрес RTSP потока. То есть, только для просмотра через интерфейс необходимости в добавлении камеры как объекта нет. Но если в дальнейшем планируется использование камеры в автоматизациях, например отправка фото и видео в Telegram, то объект нужно создать и тогда можно указать в карточке его. Из всех вариантов что я видел на сегодняшний день, этот способ вывода изображения с камеры имеет самую высокую плавность и минимальную задержку относительно реального времени. На карте памяти камера создает папки в которых хранятся файлы, отдельно записи, отдельно таймлапсы. Внутри создаются папки по дням, в них хранятся файлы записи, в имени файла содержится информация о дате и времени записи, аналогичная для записи таймлапс. Разрешение битрейт соответствует установленному, в моем случае это 4К 6336 кбит и частотой 25 кадров в секунду. Это таймлапс который снимался в течении 10 минут с интервалом в 2 секунды, в максимальном качестве 4К. Пример видео снятого в дневное время, если говорить о сыром исходнике, то качество материала очень хорошее. Многие путают качество с разрешением, это не так, разрешение всего лишь размер картинки. Кстати, благодаря размеру кадра 3840х2160, больше возможности для увеличения отдельных мелких объектов вроде номеров машин. Пример съемки в ночное время, к сожалению на данный момент сделать съемку в другом ракурсе с меньшей высоты технической возможности нет. Но все понимают, что такие камеры обычно ставят гораздо ниже. Познакомившись уже с восьмой моделью камеры от бренда Reolink, я еще раз убедился в оптимальном сочетании цена-качество этих устройств. Сам герой обзора хороший кандидат в качестве наружной камеры наблюдения на стену частного, либо для видеосистемы многоквартирного дома, в той его части которая смотрит на улицу, или для паркинга. Разрешение в 4К поможет в тех случаях, когда, например, нужно определить номер попавшего в кадр автомобиля, так как по своему опыту знаю, что стандартного Full HD разрешения для этого не всегда достаточно. К плюсам камер этого бренда и герой обзора в частности также отнесу простоту интеграции в Home Assistant и возможность использования сторонними видеорегистраторами, которые поддерживают поток OnViv. Минусов с учетом относительно невысокой цены я назвать не могу. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграмм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему, в описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира! Ну и так тоже к сожалению иногда бывает, сидишь работаешь, никого не трогаешь и на те вам здрасте. Надеюсь конечно ничего страшного не случится, но все же такие сигналы игнорировать не стоит. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok